Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. С вами Альберт. Сегодня снова и снова новости, связанные с боевыми действиями в Украине. По данным аргументов и фактов, над Джанкоем в Республике Крым произошел взрыв. Очевидцы рассказывают о сбитом беспилотнике, однако официальных заявлений на этот момент пока нет. По предварительным данным, 11-летняя девочка получила ранение в плечо после того, как взрывной волной в доме вынесло стекла. Известно также, что повреждено два жилых дома. Главный крымский законодатель по фамилии Константинов, очень нехороший человек, прорабатывает вопрос о запрете на выезд из страны в время частичной мобилизации для мужчин, состоящих на воинском учете без разрешения военных комиссариатов. Как он считает, что из всех людей, покинувших страну после объявления мобилизации, очень мало человек сделали это по уважительной причине. А мне вот интересно, какая должна быть причина держать на такой должности такого деятеля? Я уже договорилась, за тобой едут, блять, последний поедельник нахуй живет. Также он предлагает внести изменения в федеральный закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Здесь предлагается вносить людей, выехавших из страны в реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием. Ничего, они, думаю, это переживут. А вот переживет ли Константинов падение Путлера, это уже другой вопрос. В этот же реестр могут попасть и те, кто публично осуждает россиян, уже воюющих в Украине. И те, кто предлагает гражданам РФ избегать мобилизации. Да, пропагандировать, принять участие в войне, это хорошо. А вот отговаривать, это плохо. Это просто какой-то настоящий мир по ОРУ получается у нас в России. Но потребители кремлевской пропаганды, конечно, о таком писателе ничего не слышали. Другим новостям. В районе города-курорта Геленджика, в природном парке Маркхотх, неизвестные лица незаконно срубили и выкорчевали деревья и кустарники. А также без разрешения сняли почву на сумму свыше 13 миллионов рублей. По результатам проверки, полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения режима особо охраняемых природных территорий, природных объектов. Очень надеюсь, что виновных установят и привлекут к ответственности. А на этом все. Подписывайтесь на канал, бейте в колокол, чтобы не пропустить свежие новости. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»